Радио Свобода. Сегодня в гостях у нас Ирина Довгань, женщина, которая стала известна после фотографии, опубликованной в Нью-Йорк Таймс, когда 25 августа журналисты зафиксировали, что происходило на кольце в Донецке, на кольце автомобильном, которое называется «Мотель». И сегодня Ирина у нас в гостях на Радио Свобода. Добрый день, Ирина. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня приехали в Киев и пришли в студию Радио Свобода. И мы все за вас переживали, я скажу честно. И мы переживаем до сих пор. И я получаю все время письма какие-то, которые просят вам передать, чтобы вы держались, чтобы вы не отчаивались, чтобы вы дальше продолжали верить в единство нашей страны. Это даже без сомнения. И скажите, вы давно сюда приехали, в Киев? Сколько вы сейчас здесь находитесь? Мы вчера первый день были. В общем, мы приехали ночью позавчера. Мы переночевали уже две ночи. Нас приютили совершенно незнакомые люди. То есть кто-то из мариупольских школьных знакомых моего мужа увидел по телевизору на 1 плюс 1 моего мужа. И не зная совершенно меня, узнали его со школы. И там позвонили своим друзьям в Киеве. И перезвонили к нам, к мужу. И сказали, что есть место, комнату выделяем. Приезжайте, люди потеснятся и выделят вам комнату. И мы приехали ночью, нас уже ждали. Нашим зрителям нужно объяснить эту историю. 25 августа Ирина была зафиксирована на кольце. Это мотель, которая называется в Донецке, возле столба. И вооруженные сепаратисты оставили рядом с Ириной флаг и предоставили возможность жителям Донецка высказать всё, что они думают об Украине и об украинских гражданах в лице Ирины Довгань. Собственно, такая история. Скажите, вы когда первый раз увидели этих сепаратистов, вот там в Донецке весь синоватый, да, это происходило, у нас была версия, что когда мы ещё начали только разыскивать вас, устанавливать вашу личность, мы журналисты с фотографией, нам писали, что у вас был генератор в Ясиноватой, единственный на весь город, тот работающий, и что они пришли к вам, и у вас этот генератор снабжал светом. Что произошло на самом деле? Ну, давайте сначала. И возле меня не было флага, флаг был завязан на мне. Это символика, которую нашли у меня дома уже, когда приехали меня забирать. На самом деле, я совершенно обычный житель Ясиноватой. И у меня была куча единомышленников. И вот ещё с одной женщиной, которая ещё там в этой, ну, не в опасной зоне, но в Славяногорске, вот с детьми, мы решили, что мы будем возить уже ближе подошедшей украинской армии помощь. И было у нас, даже в нашей маленькой Ясиноватой, достаточно много единомышленников. То есть, ну, понятно, люди собираются одинаковые, правильно? И мы вышли на эту часть, там, украинской армии, начали возить туда одеяло, спальные мешки. В общем, кто что приносил? Что они просили, солдаты? Обувь, естественно, еду, сигареты. Люди собирались, постоянно несли мне деньги. И так продолжалось полтора месяца точно. Потом попросили солдаты нас камуфляж, ну, одежду. Сказали, ну, что всё оборванное такое, в общем, пожалуйста, если можно, попросите камуфляж. Я через Татьяну Рычкову, с которой я уже много месяцев до этого сотрудничала, начинала с того, что я из своей безопасной зоны отправляла, ну, в центральные куда-то и в Киев, и в Харьков, там, помощь. Это всё происходило ещё до боёв в Ясиноватой? Да, конечно, это значительно. То есть ещё украинская армия там находилась? Я начала с Танечкой связываться, связываться. Там не было никогда украинской армии, мы были на какой-то как нейтральной территории, да. Вот. А куда вы эту помощь возили? В какие города? А я через новую почту. Ещё работала новая почта. Я собирала большие сумки и танчики отправляла. Ну, так сложилось, что у меня было мужское нижнее бельё. Я спросила, нужно ли это. Это моё. Я когда-то там держала магазин, и я отправила там майки, футболки. Просто на Танин склад. Ну, потом я на Харьковский склад, к какому-то Константину. Мы же так особо без личностей. Был номер телефона, и Константин получил там эти мои тюки с этими вещами. Вот. Потом была масса у меня знакомых, которые спрашивали, куда переправить деньги. Я давала Танечке номер Тане Рычковой карточки. И потом я посчитала возможным уже к Тане обратиться с просьбой с этими дубками. Вот. Ну, это дубок, это вот камуфляж с коричневыми пятнами, так он называется. И я долго ждала, но мне казалось, очень долго, дней десять. И, наконец, из Киева через других волонтёров на Краматорск мне доставили. Это всё время мы возили продукты, сигареты своей, ну, так скажем, подшефной бригаде солдатам. У нас был номер телефона, мы созванивались. И каждый раз это было по-разному. Мы там молоко покупали, колбасу. На те деньги, что собирали люди, проукраинские люди моего маленького города. Ну, и то есть, откуда сепаратисты всё это узнали? Ну, вот, события же развивались так, что мы выехали из города трое суток, пока мы забрали эти дубки, пока мы их отвезли уже в село Михайловка, они уже поменяли место дисклокации. И тут въезжать в Ясиноватуе, а там начался бой. Это тот день, когда президент написал в Твиттере «Ясиноватая наша», но она оказалась совсем не нашей, мы не могли въехать, там шла страшный обстрел. В общем, микрорайон, жутко пострадавший, высоких домов, всего такого. И мы ночь ночевали на блокпосту, нас не пустили. Потом мы прорывались ещё и утром, и мы стояли на этом блокпосту на въезде в Ясиноватую, и подошёл наш батальон, ну, не батальон, а вот именно та бригада, которой мы помогали солдатам. Они нас узнали, сказали, боже, Ирина, Оксана, ну, всё вы тоже. И потом как-то они договорились, и мы сказали, что мы сможем окольными путями, мы вернулись в город. И там уже было полностью забито всё сепаратистами или ополченцами. Даже я не готова называть их сепаратистами, это были ополченцы. Они были уже там в городе, их было огромное количество. Мы ехали, я крутила одной рукой руль и размахивали мы белыми кусками ткани, там нам дала женщина в этом Верхнеторецком, откуда мы въехали. Когда мы отдавали эти дубки и получали у волонтёров, я сделала на планшет фотографии. Потому что это вот этих дубков и того, как я передала их солдатам. Да, потому что там фигурировала достаточно большая сумма, и я хотела, чтобы это был отчёт и перед Татьяной Рычковой, куда я делаю этот камуфляж, и перед людьми, которые мне сдавали деньги. Вот это вот причина, как я оказалась вообще, и почему меня так очень жёстко пытали, и почему мне всё это досталось. Но вы ехали, они обнаружили вас, увидели? Нет, я провезла этот планшет. Я приехала к себе домой, и ещё после этого неделю в подвале, там, пряталась в этом доме, потому что город очень сильно обстреливался. Планшет с фотографиями и с перепиской с Таней Рычковой, с денежными отчётами, очень сильно жёг мне руки. Я там пыталась его закопать. Потом приехал человек с огромным количеством своих вещей на машине, который вывозил это всё из города, и он сказал, никаких проблем, я проеду. Я спрятав этот планшет, замотав его в вещи дочери, им передала. К сожалению, на блокпосту у него отняли машину в Донецке, у этого человека, и он просидел там в ДНР больше, чем я. Его отпустили через три или четыре дня после того, как спасли меня журналисты. У него на следующий день нашли этот планшет, с него выбили данные, чей этот планшет, забрали меня, с меня выбили все пароли, естественно. Там я сказала постепенно всё, пин-коды, пароли. То есть к вам домой пришли? Да. Не пришли, ко мне приехали. Кто это был? Это была одна машина с Донецка, из самого центра батальона «Восток». Это были спецработники. Которым Ходоковский руководит. Да. Это были оперативный отдел, это были следователи оперативного отдела. Следователи чего? Ходоковского батальона «Восток». А, у них свои оперативные отделы. Да, и это были, как я понимаю, наши бывшие силовики украинские. Вот, милиционеры. Ну, то есть это вооружённые и сепаратисты были. И было ещё две машины ясиноватских ДНРовцев, которые, когда меня уже тащили из дома к машине, то я видела, что в начале улицы и в конце улицы были машины с автоматами. То есть всё было сделано так вот очень по-военному. Было, конечно, очень страшно. То есть приехали за вами, за одной женщиной в таком? Да. Где укры, где подвал, они заняли оборону, они считали, что у меня 10 укров солдат в бункере. А вы дома, да, в это время? А я была в это время дома, я была там одна. И что, они ворвались к вам или как это происходило? Ну, уже я потом то, что происходило внутри, за забором, я не видела, потому что первое, что мне сделали, мне надели на голову балаклаву, наручники, и я в машине под охраной с автоматом одного человека находилась. А в это время в доме происходил серьёзный обыск. Они там нашли бинокль мужа. Это обыкновенный вот просто бинокль. Вот, они сразу решили, сказали, что я наводчица. Но эта тема уже была. И что где, они меня там уже начали сразу толкать, и где укры, где ты прячешь... Про дочку, про вашу. Говорили, что ещё дочь и вас взяли. Нет. Было сообщение так называемого. Это какие-то, и было сообщение, что сына моего взяли. Никого из моей семьи... Это официально они сообщили на своём сайте, который называется dnrtoday, что задержали наводчицу, женщину и дочку. Нет, моей дочери 15 лет, она сейчас здесь, в Киеве. И у нас просто семейно сложилась так ситуация, что случился инсульт полтора месяца до этих событий. Инсульт случился с отцом мужа моего, и они уехали ухаживать. Он умер, мой свёкор. Его там похоронили все эти полтора месяца. Весеновато я была одна, потому что уже и мужу, и дочери было совершенно нецелесообразно. Было очень опасно возвращаться. Скажите, и дальше что происходило? Вас увезли, вы находились, вы так говорили уже на Радио Свободы. Это было буквально час или полтора, я ничего не видела, потому что у меня были закрыты глаза, и я была в наручниках. А потом меня повезли в Донецк. Я поняла, потому что эти сами люди, востоковцы, они были не донецкие. Они спрашивали какие-то там, это червона гвардейка? Ну, я поняла, какой дорогой меня везут в Донецк. И что в Донецке? Вас привезли в СБУ? Уже вот в это, видимо, мне уже задавали вопрос. Вы понимаете, я не знаю, это несколько зданий за большим забором, за высоким, охраняемое. А что вы там видели вокруг? Можете описать? Вот это здания какие были? Мне из окна была видна спортивная площадка, которая была покрашена в такой голубой цвет. Это спортивная площадка, где, видимо, тренировались кто-то из силовиков украинских когда-то. И то, что мне коридор просматривался, вот там, где я была к батарее, там пристегнута, а потом меня просто я уже сидела, потому что, ну, я была не агрессивна, вот, и меня уже отстегнули. А кто был рядом с вами? Ну, там, я была в этом помещении одна, там еще была какая-то странная женщина в углу, я с ней практически не общалась. То есть это была комната, ничего вокруг не было, да? Это был спортивный зал. То есть ничего не было, не было кровати, матрасов, ничего не было? Нет, я была на полу, мне там кинули какой-то матрас, но это вообще что-то такое смешное, это как по углам вата, а тут это просто ткань, и ты практически на полу. И что вы, наручниками как-то вас держали там прикованной? Ну, сначала я была прикована к радиатору, потом я попросила, чтобы меня отстегнули, меня отстегнули, а потом уже, понимаете, там некуда бежать, там полно охраны. И мне так просматривался еще за решеткой, я видела, ну, как это сказать, место, где держали других людей. Я же вот рассказывала, что там я женщина была пожилая, которая с украинской позиции, она там уже очень много дней находилась. Ты там за решеткой? Да, вот тот день, когда меня пытали, она мне передала, меня привели ночью опять на это место, и она мне передала карвалол в стаканчике. Я ей очень благодарна, что я, может быть, поспала хоть час. Так, может быть, вы кого-то узнали из тех людей, кто там был? Из украинских? Нет. Вообще, может быть, какие-то... Это был Донецк, это был... Вот сколько было за решеткой людей? Можете так приблизительно сказать? Там было много людей, и там был этот мужчина, у которого забрали машину с моим планшетом. Но, видимо, ему было настолько, ну, неловко передо мной, то, может быть, если бы он когда-то выглянул, я пыталась там поймать его взгляд... Это было все время в одном месте, да? То есть вас вот потом отвезли когда-то на мотель, вернули? Да. Это все время вы находились... Ну, вот этот день, когда меня отвозили на мотель, я вам вот расскажу еще подробнее, но, в общем, как это получилось. То есть меня на третьем этаже допрашивали, меня допрашивали добрые, вешали в Россию. Давайте хронологически. Да. Давайте хронологически. Вы вас увезли в Донецк, вы посадили вот сюда в... Там весенновато это тянулось, меня весенновато и пугали, орали, оскорбляли. Потом повезли в Донецк, на третий этаж подняли, возле этого радиатора пристегнули, и уже вечером меня повели на допрос. Я, как любой нормальный человек, думала, что сейчас я красиво из этого всего выйду, я скажу, что я ничего особого не делала, да, это моя позиция, но я считаю, что за это нельзя судить. Ну, в общем, я отрабатывала тоже какие-то фразы, и вечером я что-то там пыталась это говорить так вот вежливо. Но, значит, меня допрашивали полтора часа, я гордо себя вела, меня отправили назад к радиатору, я спала ночью. А что спрашивали? С кем я это делала, сколько, какие деньги я перечисляла. Делала что? Волонтерскую, ну, чем я... Именно вот на тот момент фигурировали... То есть требовали фамилии, деньги, да? Да, требовали, кого я прятала, этих солдат, какие наводчики, какие жучки я клеила на дома, сколько я получала за эти жучки. Потом эти версии отпали. Осталась уже моя волонтерская деятельность. Вот... А кто вас допрашивал? Все время было... Вначале было два следователя, я так понимаю, украинской национальности, бывшие милиционеры. Полицаи теперь они называются. Не знаю. Полицейские, да? Полицейские, они были... Они не применяли никаких садистских методов, они нормально ко мне обращались, но я, конечно, действовала им на нервы, потому что я пыталась как-то... А вас не пытали вовремя этих допросов? Вот вечером, и на следующий день утром меня допрашивали вежливо. И когда я утром, опять-таки, стояла на своей позиции, я сказала, что я никого не знаю, я ничего не знаю, я никакими сведениями не располагаю, то потом эти вежливые следователи, добрые, исчезли, и за мной пришли осетины. Они меня быстренько, очень невежливо взяли за шиворот и потащили вниз. Из этого зала, да? Да, из этого вот третьего этажа. И потащили вниз. Меня завели в большую комнату, где их было человек 10, потом приходили новые, может, до 15. Там был, словно известный, Заур. Фотография аэропорта Донецкого, когда приехали осетины. Его же фотографию нашли у меня в планшете. Это был очень серьезный такой прессинг. Он меня и бил, и стрелял мне возле ушей, ну, в общем, из пистолета. Это его была идея, что я должна была орать Зигхайль. Он требовал. Но когда я, уже там вот, закрывшись с головой, руками, и рыдая, и прося пощады, я сказала, что я не буду, ну, кричала, что я не буду кричать, это Зигхайль. Но это вообще невозможно для нормального человека. А как они себя вели? Как он себя вёл в это? Ему нравилось это? Вы видели эмоции его какие-то? Ну, конечно. И там постоянно был, постоянный прессинг сексуальный. Я не могу повторять эти слова, что сейчас вот мы тебя все здесь… Это ж я уже говорю своим голосом и своими фразами. А то, как они это говорили, это совершенно иначе. Как ты хочешь туда или туда, или сколько ты любишь, сколько человек. И я тогда уже, понимаете, я уже тогда не была героиней. Я ползала по полу, закрывшись руками, и орала, и визжала, и кричала, не надо, пожалуйста, не трогайте меня. Я мать двоих детей, я бабушка, у меня годик внучки. Я орала это диким криком, вы понимаете? Потому что я тоже это как защита. Какой героизм в этот момент? Понимаете, тут он стреляет, тут он в лоб тебе этот пистолет, потом он возле ушей стреляет. Я контуженная, оглохшая. Тут этот зик-хайль, они мне в уши орут. Они меня толкают. Потом с планшетом с этим моим, пароли с меня требуют, пин-коды. Я все это сказала. Быстро. Вообще, понимаете, не задерживаясь. А чего взяли, что они осетины? А потом это на следующий день, когда меня утром привели к вежливым следователям на допрос, то первое, что я выступила, вот вы же видите, я же такая вот, ну, дамочка. Я, перестав рыдать, я сказала, скажите мне, пожалуйста, вот вы славянской внешности двое людей. Я же ведь женщина вашей национальности явно. А скажите мне, что происходит в вашем мире, если вы двое молодых ребят, которые почти возрастом, как мой сын, вы взяли и отдали меня, меня мать двоих детей, вы все это знаете, почти трехлетнюю женщину, вы меня отдали на растерзание мусульманам. И он отъехал на стульчике так с этим следователем этот и сказал мне, а чего вы решили, что они мусульмане? Это осетины, они христиане. Да, и что потом происходило? Ну вот они меня в этой комнате очень долго прессовали. Потом возникла у кого-то идея вывести меня с этим украинским флагом, мне завязали его здесь плотно, вывести меня на передовую, которую обстреливает... Это какой день плена был уже? Второй. Да, это вот второй и самый страшный. После этого дня меня уже не пытали. Вот, то есть сначала они договорились, что они меня вывезут на какой-то блокпост, который простреливает артиллерия украинская и там привяжут. И я подумала, слава богу, меня просто там убьют и никакого изнасилования не будет. Ну, того, как зверски... Потому что они сказали, ты сдохнешь после того, как всех обслужишь, понимаете? И это говорилось не раз и не два и многими разными... Христиане. Ну вот, как потом выяснилось, да. Вот. А потом кто-то сказал, да нет, это будет для нее слишком хорошо, повезли ее на мотель. И мне напечатали эту табличку, она возникла быстро, эта табличка, она была привязана белой веревкой у меня на шее. Просто на фотографии я ее держала, потому что ветром все время задувало, так мне закрывало лицо, и они кричали, держи флаг, с***, держи табличку. Ну, чтобы было видно. А вот этот человек на фотографии, который стоит на фоне у вас, Это один из десяти или пятнадцати, которые вот вокруг меня... Это батальон Восток? Да. Это вот эта хорсетия... И Ходоковский говорит, что он не знает об этом, когда он вас отпускал? Нет. Почему? Он мне говорил, кто вас избивал. И я ему говорю, а как я могу вам сказать, когда... Ну, давайте по хронологии дойдем до Ходоковского. Вот вы приехали на мотель. На мотель. Там, я вам скажу, что... А в чём вас везли, кстати, туда? В Лексусе. Это тоже очень интересная история. Вот. Мы вообще такая небедная семья, и как такие какие-то вот эти дешёвые вещи, как, знаете, проехаться в Лексусе. Ну, я ж не думаю, что это заработанный Лексус ополченцем ДНР. Естественно. Я вас умоляю. И вот, когда меня посадили, то он мне сказал, вот ты, сука, в Лексусе проедешься. Вас привезли. А хотя, если эта база была далеко, от базы до мотеля было ехать. Я думаю, минут пять меня всего лишь везли. А может, даже и четыре минуты. Я вот... Понимаете, мне все журналисты постоянно задают какие-то конкретные вопросы. Поймите, я просто женщина. И я в тот момент была в таком шоке. Я молилась ежесекундно, чтобы кто-то меня пристрелил. Просто меня застрелили в висок. Это для меня была самая счастливая идея, о которой я в этот день все время думала. Пожалуйста, кто-нибудь, пристрелите меня. Потому что вы просто не представляете, с вот этим сексуальным прессингом это было настолько страшно, что я храбрая женщина. Я честно это скажу. Я осталась одна единственная из всех знакомых в этой ясеноватой. В мой дом тоже во двор попал снаряд. У меня там в доме выбиты все окна. Я научилась бегать в подвал. Мы с собакой с моей, которую я потом вывезла, мы по очереди толкаясь, как только свист снаряда слышали, мы спускались в подвал с бешеной скоростью. И я бегала в центр города, звонила мужу, только там брала связь, что не волнуйся, со мной все в порядке один раз в день. И под этим обстрелом, под свистом этих снарядов я возвращалась домой в подвал. Я включала этот днем на полчаса максимум. Мы включали этот словнозвестный генератор, приходили мужчины с разных концов улицы, у меня не было бензина. И они приносили мне там в Ставрии кто-то трубочкой отсосал по пол-литра, по литру бензина. Мы включали быстренько удлинитель и полчаса заряжали телефоны. Потому что это уже неделя была, понимаете, без света, без воды, без всякой связи в городе. Понимаете? А потом, когда эти ДНРовцы и ополченцы, они забрали мой генератор этот, естественно, потому что все забрали. Я, приехав за собакой котами своими, я увидела полностью выпотрошенный дом. И гараж был... Ну, это ж, наверное, за идею люди боролись. Ну, само собой, у них серьезная своя идея. Давайте честно в этом признаем. И они мне все время... Вот даже охранники, которые простые, видимо, шахтеры, там, металлургих, кто они из этого ДНР, которые водили меня в туалет на третьем этаже. Вот тоже был такой момент. А эти шахтеры, они как вообще относятся к тому, что женщина сидит, над ней издеваются. Вы знаете, это, пожалуй, единственное место, откуда была жалость. И вот мне... Один из этих охранников мне говорил, но ты ж не молодая уже баба. Я вроде не дура. Ну, как же ж ты могла этим укром продаться? Извините, я не могла его там агитировать и рассказывать ему свою позицию. Я просто, сцепив зубы, сидела в своей ниши под батареей. Понимаете? Но вот он мне говорил эти слова. Как же ж ты А они не видели, что происходило, что осетины эти ходят? Они этого не видят? Или они видят половину здесь, а половину здесь? как меня избили. И как меня еле притащили, я идти не могла. И они мне разрешили умыться, смыть эти слюни, которыми меня заплевали там на мотеле. Давайте скажем честно, украинские женщины, донецкие. Вот что было на мотеле? Давайте к этому перейдем. Вы во сколько туда? Приблизительно хотя бы так? Я думаю, это был обед. И, наверное, часов... Это 25 августа, я так понимаю, было. Ну, наверное. И вот, знаете, я там в Ясиноватой уже потеряла вообще счет времени. Что-то это было во время праздника независимости, потому что в Ясиноватой не было связи, а когда меня ввезли в Донецк, на мой телефон от всех моих украинских друзей... Ну, это был первый день, да. Пошла какая-то целая масса СМСок. Вот что было, понимаете, тоже такой причиной ненависти этих осетинов, потому что мне приходили СМСки, мы победим, победа будет за нами, с Днем Независимости, слава Украине, героям слава. Боже, ну, как они мне уже этот телефон, они мне, понимаете, в голову не забили, потому что эти СМСки, они приходили даже там, когда они держали телефон, они кто-то с запозданием, понимаете, и, ну, ты все еще весь новатый, держись, ну, обычные СМСки, героям слава. Ну, да, приехали вы на мотель, на этот... Вот, они привезли меня на Лексусе на мотель, поставили к этому столбу, я не была привязана, я не была... Я держалась за этот столб, это была моя единственная опора, и они мне все время говорили, держи, держи флаг и табличку, ну, с другими словами, там, с*** и матом, стоять смирно, постоянно они мне кричали, потому что я все время сползала по этому столбу, у меня уже, правда, реально не было... Вот этот кричал, который на фоне, да, стоял, он руководил этим всем? Да, их там было... Но он самый близкий к вам стоял, и такое было впечатление, что он же руководит этим процессом. Он, видимо, попал в кадр. Нет, их там было много, с другой стороны был Бабай, который тоже... Из Краматорска? Да, а что из Краматорска? Ну, из Краматорска, из Славянска, да, и там я вот уже на мотеле, я познакомилась, я имела такую честь познакомиться, я услышала сзади, кто-то говорит ему, Бабай, ну что ты, ты ее берешь, ты первый там, а он, ну, говорите все откровенно, или... Ну, говорите, конечно. Вот, он там задрал и сказал, да тут дерьмо, что тут, ну, как бы, понимаете... Это при всех происходило, на улице прямо? Ой, вы живете совершенно в другой реальности, вот вы задаете мне какие-то смешные вопросы, понимаете, и все журналисты, вы просто не представляете, что там происходило. Я не могу, зная, что меня там слушают люди, до конца это все рассказывать, но вот он мне все время ходил и говорил там, ты хочешь в рот, или ты хочешь... Ну, это ваше право там убрать это из эфира, но вы меня просто... Понимаете, я уже... Я хочу... Вы меня спрашиваете откровенно, я вам хочу рассказать откровенно, а все равно никто не понимает до конца, что там не сидят, не стоят рядом с тобой просто люди, интеллигентные или неинтеллигентные, или там добрые люди, понимаете? Там совершенно... Там совершенно иные люди, чем мы с вами, если это вообще люди. У них совсем другая идея, совсем другой подход к жизни. Слова там жалость, человеколюбие, их просто вообще нет. Их нет ни в душе, ни в сердце. Поверьте мне, пожалуйста, там была цель из этой укры, ну, как они именно меня... Кто-то там меня... Один молодой парень, который явно моложе моего сына, он меня все время называл то ли Чучундра, то ли что-то вот такое. Вот. И он же постоянно подбегал, он видел, как меня нервировала вот эта Зигхаль, которая орал за ур этот бешеный. Вот. Он все время мне подбегал сзади, и там в ухо стоило мне только минутку поставить как-то там без избиения. Он мне кричал в ухо Зигхаль, и он получал такое огромное удовольствие от этого. И целый день мне вот эта Зигхаль... Сколько ему лет так приблизительно? Ну, может, 25-26. У него была какая-то жуткая улыбка чеширского кота. Мне даже показалось, что этот мальчик был... Вы его бы узнали, если бы? Конечно. Вот мне даже показалось, что этот мальчик был не совсем в себе. Он был как-то особенно садишски жесток. По-моему, это он меня очень сильно ударил. Но это наш или это из России? Да, это наш. А вот это я не могу сказать. Вот понимаете? Но мне кажется, больше это местный. Я вот склоняюсь к такому, что это наш Донецкий. И, может быть, это он ударил меня прикладом очень сильно в бедро. Это было, конечно, поболезненнее, чем то, что украинские там женщины, проходящие, били меня ногами. Это вообще ерунда. Вас привезли на мотель, да? И что? Вот что дальше уже с флагом понятно, стоять смирно понятно. Там я увидела неимоверное количество людей кавказской национальности. Мне уже говорили, что это некорректно по отношению к людям. Ну там на мотеле много изначальных стояло. Это их точка. Их было просто неимоверное количество. Я с ужасом... Это тоже то, что загоняло меня просто в какой-то... Я боялась открыть глаза, потому что проезжали какие-то машины с дурацкими надписями «Аллах Акбар». Почему это? Я вам серьезно говорю. Легковые машины, на которых это написано. Это просто по улице? Они останавливались. Там кто-то... Они развлекались, как хотели. Они разговаривали на своем языке. Я не понимала, что они говорят. Они там подходили, дергали меня за волосы, там били меня по уху. Опять-таки прикладом. Потом, допустим, кто-то на это «Аллах Акбар» подъехал. Он вышел и сказал «А ну разойдитесь, я сейчас ей прострелю коленную чашечку». И он присел в несколько метров там передо мной и долго целился. Я опять уже орала, визжала и вообще вела себя совсем не героически, поверьте мне. как-то где-то были? Ну, конечно. Они меня тоже били. Мужчины не били местные. Был один мужчина пожилой, который сказал «Я бы тебе с*** в глотку». Ну, и там дальше с матом. Свинец расплавленный с удовольствием бы залил. Но на этом закончилось. И в основном били женщины. Была одна очень садистская женщина, которая била меня по голове. Была бабушка. Это не та, которая на фотографии? Это была яркая блондинка. Я передаю ей привет, если она меня увидит. Молодая. И ударила она меня как-то так профессионально по голове, что я и без того подоглохшая от выстрелов заура. Вот это была очень сильная боль. Вот. И как-то в голове у меня потом очень долго гудело, свистело. И я не видела какое-то время ничего, потому что я как ослепла от этого удара. Вот. Потом опять все восстановилось. Я что-то начала видеть. Потом там просто меня не сильно били ногами. Потом, допустим, была женщина взбесившаяся, которая выскочила, я тоже это рассказывала, из машины. Муж ее остался сидеть за рулем. Она побежала в багажник, бросала с меня с багажника помидорами. Потом с этими помидорами подбежала ко мне и два помидора вдавила мне в глаза. Так как-то садистки так, знаете. Сейчас это уже смешно. Вот. И этот томатный сок. Это все в глазах. Я потом всю ночь вытаскивала вот так с волос эти косточки. Ну, это все размазано. Тут я снимала, оно прилипшее. Я их складывала в кучку и отнесла в туалет, там выбросила. Вот. Потом была бабушка, пожилая, под 70 лет, которая опиралась, проходила мимо, опиралась на палку. Ну, на вот это, знаете, как с ручкой палка. И она меня очень долго била. И очень больно била этой палочкой. Ну, костыльком этим. По голове, по спине, по плечу. У меня, я думаю, это с ее еще ударов. Там я не буду показывать, но пооставались синяки. Что говорила? Фашистка, убийца. И я кричала ей, что я никого не убивала. Я ничего плохого не делала. Да это, понимаете, там у людей своя вера и своя идея. Неужели все дончане такие, как вы думаете? Ну, тех, кто там проходил, я вам скажу, что не было. Тех, кто заступился бы. Самое страшное, я уже это не одному журналисту сказала, это были молодые люди, понимаете, которые фотографировались на моем фоне. И девушки, и очень благополучные материально парни, проехавшие гораздо моложе, вот вас возрастом, я не знаю, от 20 до 30. Они на хорошей машине остановились, совершенно равнодушно вышли. Сначала один сфотографировался, потом отдал айфон, второй сфотографировался. Они сели в эту машину, поехали дальше. Девушки там, обратившись к этим осетинам, сказали, скажите, ребята, а можно мы сфотографируемся, так это, знаете, ну, как это? С задором. Да, даже немножко с, как это, играя, что ли. Они сказали, да, пожалуйста. Они тоже пофотографировались, по очереди пошли дальше. Нет слов, честно скажу вам, как это все комментировать, это вне понимания. Да, был такой тоже момент, я уже тысячу раз, я извиняюсь тех, кто это уже все слышал, я опять расскажу, что подъехала Волга, и меня попытались забрать украинской национальности, силовики, видно, какие-то, потому что было видно, что это очень такие сдержанные люди, они меня быстро взяли под руки, повели к этой Волге. Но осетины меня отбили, был какой-то длинный там разговор, и я еще простояла минут 10, осетины опять посадили меня в Лексус, и увезли туда опять на базу, эту СБУ, как вы, видно, знаете. Ну, это не факт, что СБУ, 4 минуты там до СБУ нет. Я не знаю, да, 4, 5, я не знаю, честно. Хотя, с учетом того, что светофоры в Донецке сейчас нет, и дорога пустая полностью, в принципе, за 5 минут можно доехать везде. Я не готова сказать, где я была, я ясиноватский житель, и я не знаю, где СБУ в Донецке, сто лет бы они мне были нужны. Вот. И приехав, меня опять оставили на первом этаже, уже в другой комнате, чем меня допытывали с утра, и издевались. Это была дежурка, куда приводили разных людей. Меня посадили в такую маленькую, узкую комнатушку за решеткой, и там время от времени эту решетку открывали, кто-то на меня смотрел, кто-то меня еще бил, мне там подставляли колбу-автомат. Пристрелить? Да стреляй. Но меня не стреляли, естественно. Потом там меня заставляли... Это на русском языке говорилось? Да. Или с украинским акцентом, как наши в Донецке говорят? Я не готова точно сказать больше. Наверное, это все-таки были там наши местные и те же самые люди кавказской национальности. Они то те, то те. Я не оставалась без внимания. Потом вот пришел, опять-таки, тот же самый, который осетин, который меня, видимо, больше всех ненавидел. Возможно, это и был тот, я уже всматривалась потом, который попал в кадр. Вот. И, ну, потому что я это сказала Ходоковскому, что он просто сказал, откройте решетку, иди сюда, сука. Я подошла с плачем и со слезами, и он с разгона ударил меня ногой в грудь, я отлетела к задней стенке камеры и минут десять не могла вдохнуть воздух. Это очень всех веселило там. Потом там, допустим, с баллончиком был еще такой определенный вариант издевательства, когда мне говорили, открой глаза, открой рот, падла. И они с баллончиком вот сейчас брызнут, понимаете? Я опять-таки плакала и просила, и что-то там такое вот, извивалась вся. Ну, в общем. А кто еще был с вами в этот момент, в этом помещении? Вот там сидел какой-то пожилой мужчина, который очень, так это сказать, был ДНРовский, и он им там все говорил, я не рассказывала этот момент, это очень тоже неприятный момент. Когда меня привезли, он сказал, это что, Укра, можно я ее ударю? Они сказали, да, пожалуйста. И он тоже подошел и ударил меня ногой. Потом... Это когда вас с мотеля привезли, да? Да, в этой камере. Это был седой пожилой мужчина. А кто еще? Ну, больше никого. Это была узенькая, на два топчана комнатка. А мне не было видно, я вот в ней находилась за решеткой. Часа два или три там была. И не все эти два-три часа мною занимались, потому что это была какая-то дежурка, куда постоянно поступали новые люди, задержанные где-то на блокпостах и привезенные в этот батальон Восток. И там то, что я запомнила, это был молодой парень, который жутко кричал. Его... Я видела, его провели мимо этой решетки, и он был... Торс у него был обнаженный. Он извивался, его тащили за ноги и за руки, его там били, куда-то увели. Потом был такой момент, я уже тоже рассказывала журналистам, сказали, сейчас привезем пидораса. И это тот... Ну и там кто-то кому-то объяснил, что позвонила женщина и сказала, что он лазил в трусики пятилетней девочки. Это без всякого суда. Вот просто позвонила эта женщина. Я не видела этого мужчину, но по голосу я поняла, что это достаточно немолодой мужчина. Вы не представляете, как его били. Я в углу этой камеры... Наверное, это были даже страшнее моменты, чем били меня. Он так кричал, и потом его там начали, я поняла, раздевать. И как бы попытки сексуального надругательства над ним. И я орала у себя, он кричал, и я кричала у себя там в углу в этой камере. А этот седой урод мне говорил, заткнись, сука! Вот это, понимаете, это просто... Я была в аду. Я была с той стороны, там где тьма. И вы никто здесь не понимаете до конца. И рассказать это словами вообще невозможно. Вот просто невозможно. И вот меня каждый раз опять разговаривают, и я начинаю это всё рассказывать, я вспоминаю какие-то новые моменты. И, понимаете, вот я сейчас опять рассказываю, у меня всё дрожит уже внутри. Ну, понимаете, это страшно. И я уже пытаюсь как-то защититься, я даже пытаюсь же подшучивать над этой ситуацией. Поймите меня правильно. Скажите, вы, когда вернулись из мотеля с этим седым вашим сокамерником, потом что происходило? Он там был уже, и он там и был. Но я тоже это никому не рассказывала. Когда меня подняли опять на... Уже это было поздний вечер, меня привели опять на третий этаж, и опять со мной заговорили вежливые украинские следователи особого отдела. Украинские, наверное, да? Да, они уже, ну, понимаете... Бывшие сотрудники правоохранительных органов. Да, которые батальон «Восток» были. Они опять разваривались со мной вежливо, но я не могла вообще не разговаривать. И, видно, вид мой был настолько ужасный, что они сказали, ой, а что же с вами, вот, видите, вы не хотели с нами сотрудничать, а теперь вот с вами такое произошло. А что же вас били? Тоже они начали расспрашивать, как меня били. Я им тоже там начала немножко рассказывать, кто меня бил. И тоже я сказала, что меня даже этот заключенный, так сказать, ударил очень больно ногой по этому месту, где меня били прикладом. И они сказали, он не имел права это делать, он за это получит, мы его накажем. Такой был момент. Боже, какой цинизм, слушайте. Все построено на каких-то не то, что двойных стандартах, а четверных. И потом после этой камеры, что было, потом вот допрос, и потом, как вы оказались уже... Ну, они поняли, что я... Они мне сказали, вот у тебя есть ночь, чтобы... Ну, они на вы со мной разговаривали, у вас есть ночь, Ирина, чтобы все обдумать, и завтра вы нам поэтапно все расскажете, дадите все ответы на те вопросы, которые мы вам задавали сегодня утром, и вчера вечером. Иначе, вы же понимаете, что вас опять ждет? И я всю ночь, я вот выпила этот корвалол, который мне передала украинская заключенная. А она слышала ваши крики, или что, она видела это, или как это было? Она видела, как меня привели, они меня ввели, уже я практически не могла идти. Ну, вот сейчас, после вот этих вот слов, что у вас есть ночь на обдумывании, и меня, ну, в общем-то, привели туда батарею, и потом меня, мне разрешили умыться, я там хотя бы смыла это с лица все. Вот, и вот, в общем, она мне передала этот корвалол, я даже на какое-то время, как отключилась, уснула, а потом я сидела, и, понимаете, я не то, что я там думала, это не то состояние. У меня там все внутри, я драгивала от каждого шороха, от каждой вообще мелочи. И, понимаете, я просто осознавала, что утром я много чего скажу, и я и правда много чего сказала. Я совершила, я еще раз хочу сказать, что все мои украинские сограждане, все граждане моей любимой Украины, я еще раз хочу сказать, что я совершенно не герой. И утром, после всего того, что я вам даже не могу объяснить, что я пережила, в предыдущий день, я назвала адреса тех людей, которых я точно знала, что они выехали из Ясиноватой. И сейчас эти люди не могут ни вещи свои забрать, ничего, это тоже факт, понимаете. И им дорога заказана, но я их назвала, потому что я, конечно, тоже сортировала, я не назвала вот эту Оксану, которая со мной ездила, до последнего. Я думала, что я дождусь, пока я дам им возможность выехать из города. А потом, когда я назвала, ну, они в этом планшете по ее фотографии, нашли ее фотографию у меня в друзьях в Фейсбуке, они сопоставили и сказали, мы знаем ее фамилию и ее адрес, скажите, скажи ее адрес, мы знаем, что она Ясиноватская. И я сказала другую улицу, и там немножко описала, я сказала, что я не знаю, где она живет, описала немножко иначе дом. И я знаю, что ее несколько дней искали. И это дало возможность выехать им. Ее муж выехал позже. Сначала уехала она, а потом уехал муж. Они в безопасности. И все. И мы уже с ней созванивались. Я извинялась перед ней. Она сказала, что я не обижаюсь. Я не знаю, как бы я вела себя на этом месте. Но я назвала фамилии, ну, фамилии были там некоторые в списке, и я назвала адреса по этим фамилиям людей, которые перечисляли деньги на украинскую армию. Которые я Тане Рычковой в финансовый отчет присылала, сколько перечислено за эти дубки. Скажите, вы когда уже это все сказали и вас отпустили после этого? Нет, конечно. Я еще... Следующий день меня допрашивали. Вот это же я говорила. С меня, ну, там опять, какие-то мои уже деньги, мою недвижимость требовали, чтобы я сказала. Я спросила, зачем вам моя недвижимость? Он сказал, ну, как зачем? Там будут жить наши люди. Я сказала, где буду в этот момент я? Он хмыкнул. Я так понимаю, что если бы не эта фотография, этот мотель, это большое счастье, которое со мной произошло. Давайте говорить реально, что то, что меня туда вывезли, так это спонтанно. А как журналисты там оказались? Вы знаете? Я видела, уже вот через томатный сок, уже это после того, как мне помидоры эти на лице размазывали в глазах, то я видела совершенно другие лица. Сначала появился с бородой, я знаю, его Маурисио зовут, это вот, который New York Times опубликовал фотографию. И я заглядывала, как могла ему в лицо, я думала, может быть, он как-то заступится или что-то там. Но, понимаете, он полностью, вот без всяких чувств, сфотографировал и исчез. Это буквально были секунды. Потом я с другой стороны увидела еще одного журналиста, который тоже меня сфотографировал, и дольше он ходил вокруг меня с разных сторон. Я так поняла, что это дождь был. Российский. Да. Потом уже все связав, я там тоже смотрела видео, но я тоже надеялась, что, может быть, он как-то заступится. Но нет, меня потом увезли, и вот благодаря им, то я, в общем-то, и жива. И с вами, и рассказываю. Да, благодаря этим кадрам, этим журналистам, я очень благодарила лично, я видела этого Маурисио, фотографа, и я ему там, не знаю, сколько раз пожала руку. Ну, хорошо. И как же все-таки процесс освобождения произошел? Потом я, следующий день у меня были допросы, я вот что-то рассказала, и вечером у меня были допросы. А сколько эти допросы длились? Вот сколько вы приходили? Как это происходило? Ну, это могло часами быть. И со мной разговаривали на какие-то политические темы, как я вижу ситуацию. И потом опять возвращались к денежным делам. А одни и те же следователи были? Да, вот были два следователя, которые то менялись, то были вдвоем. И был еще третий, третий явно русский, которому я сказала, мы когда с ним остались, и он там разбирал какие-то документы, я поняла по его разговору, что он русский. Я ему сказала, я вот слышу... Гражданин России, в смысле? Да. Я говорю, я понимаю, что вы не местный, что вы из России. А вот скажите, ответьте мне на мой вопрос. Вот если вы любите своего Путина, почему вы считаете, что я должна любить вашего Путина? Ну, была какая-то длинная такая пауза, и он, перебирая документы, совершенно спокойным голосом мне сказал, а почему вы считаете, что у нас все любят Путина? И все, на этом дальше диалога не произошло. Он отвернулся, и ему было настолько на меня глубоко плевать. Вот если этим, моим согражданам, следователям Востока, я понимала, что после нескольких дней общения уже они были неравнодушны. Они выполняли свою работу очень профессионально, но между нами сложились даже какие-то человеческие отношения, я вам скажу. А они представлялись, как их зовут, фамилии? Нет. Ну, имя, я уже потом имя спросила. Как его зовут? Ну, одного звали Андрей, другого Артем, я понимаю, что и там это не тайна, потому что со мной работали они вдвоем. Это были достаточно образованные, интеллигентные люди. А сколько лет им внешне, как они выглядели? От 30 до 40. И мы разговаривали о детях, о том, я спрашивала, есть ли у них дети, понимают ли они меня. И вот один из них там, когда меня забирали, он с такой ненавистью мне сказал, что да ты тут неплохо пристроилась в своем бункере, а у нас хороший дом и хороший подвал. И у нас же сад, и я выращивала там помидоры, огурцы, у меня была куча закупорки, варенья всякого. Ну, мы такие куркульстая такая семья. Вот. И он сказал, люди голодают, а у тебя тут еды всей полно на три месяца. Что ж ты, если ты такая патриотка, не вышла и не раздала, по улицам. Ну, такие разорвки. И хорошо, и когда вас освободили? В общем, был следующий день, когда меня допрашивали, потом был еще день, когда меня не допрашивали под радиатором. И вот я не могу сказать, это было два дня после этого дня пыток или три дня. Я все время пытаюсь восстановить, и вот поверьте мне, я не могу понять, мне кажется, это все слилось в месяц какой-то. Наверное, все-таки это было две ночи или три ночи. А потом поздно вечером за мной пришел один из этих следователей, сказал, вставай, пошли. Я начала плакать и кричать, пожалуйста, не надо, я уже все сказала, я вам все рассказала. И они меня, он сказал, не бойся, пошли. Они меня вывели из этого здания, я всю дорогу плакала, тряслась, там шла. Еще раз хочу сказать, что я вовсе не герой. И меня ввели в другое здание, так вот через площадь какую-то, через площадку, где парковки, машины стояли. Мы вошли в другое здание, и там во главе большого стола сидел Ходоковский и много людей в военной одежде. А вы его раньше знали? А я его видела один раз в Фейсбуке, где его, как типа допрашивают. Ну там не допрашивают, это интервью журналистов было. Где он попал в плен. В самые первые дни еще. Да. Но он сидел во главе стола, и естественно, я поняла, что это Ходоковский. То есть вы фактически в плену находились прямо напротив его офиса все это время? И все это происходило прямо напротив его офиса? Это их штаб. Это и называлось, как-то это и говорили, штаб, мы заберем ее со штаба, где-то какие-то там слова журналистам, ну как-то вот такое. Вот. Но это было другое здание, чем меня держали. И он, ну, он такой человек интеллигентной внешности, очень правильно формулирующий фразу. Не улыбайтесь, вы хотите откровенно? Я вам рассказываю. Относительно того, что он интеллигентный. Но он, у него очень правильная речь. Человек, который предал Украину, который предал налогоплательщиков, которым оплатили зарплату, и который позволяет то, что происходит сейчас там. Да, я сейчас буду рассказывать и тоже скажу какое-то свое мнение. Вот. И он мне сказал, вы та женщина, которая сфотографирована на площади. Я сказала, да, я эта женщина. Ну, не таким спокойным. А почему вас туда привели? Он что, чтобы спросить у вас, стали вы женщины? Потому что там уже были журналисты. Уже там. А, то есть это была пиар-акция Ходоковского. Был Марк Франкетти, если я не ошибаюсь, если я правильно говорю, Марк Франкетти с фотографом. И они были в бронежилетах и в черной такой одежде. Пресса была написана. И это они договорились о том, чтобы меня освободить. И поскольку, я так понимаю, что было сказано, что моя персона получила резонанс какой-то в мире, и они мне сказали, что общество по правам человека, международная ассоциация по охране прав человека, или как это звучит, вам лучше известно, я с этим не сталкивалась, что они требуют моего освобождения. они за мной приехали специально. И Ходоковский начал, сказал такую фразу, что я хочу всем заявить, что подобных этой женщине людей мы не считаем врагами, что я не считаю ее преступником. она не принимала участия в военных действиях, она возила продукты, то, что нами доказано, и одежду украинской армии. Это ее право, это ее мнение такое. Мы не считаем этих людей преступниками, мы не арестовываем этих людей. Я очень сожалею, что я не знал о том, что она здесь находилась. Он не знал. Я вам передаю дословно. А как думаете, знал он или не знал? Потом он сказал, пойдите, напишите заявление, расписку, мы вам возвращаем все, что было у вас отнято. Мне вернули телефон, паспорт, планшет славнозвистный, из-за которого я попалась. И он мне сказал, мы вернем... Кто они такие, чтобы к ним попадаться? Мы вернем вам машину, он мне сказал. И мне вернули мою машину, на которой я возила эту волонтерскую помощь. И я написала расписку, что я не имею никаких имущественных претензий. Подписалась, поставила дату и так далее. И это тоже было сфотографировано журналистами британскими. Я это видела, потому что Ходоковский сказал какую-то такую фразу, что, чтобы это не прозвучало так, что мы под пытками у нее взяли этот документ. Но тоже я хочу сказать, что... А что же было до этого? Давайте так скажем, что я и в тот момент была в таком состоянии, что если передо мной замаячила жизнь и возможность увидеть своих детей и семью, вообще мужа, то вы понимаете, я готова была подписать все имущественные документы, как перед этим я сказала, все пин-коды и все свое недвижимость. Потом вы в гостинице оказались вместе с журналистами. Меня забрали эти журналисты. Марка Франкетти я больше не видела. Он меня передал Эндрю Крамеру. И Эндрю Крамер оплатил там в гостинице мою комнату за наличные. И я была поселена рядом с журналистом. И Эндрю Крамер приходил ночью и все время контролировал на месте ли я. Я вообще не спала. Я все время вскакивала и говорила ему да не волнуйтесь я тут на месте. Он мне сказал не открывать эту цепочку. Потому что он мне сказал Ирина вы в очень большой опасности. Если вас отпустили одни, то это не значит что мы сможем вас защитить от других. Мы просто журналисты. Мы не сможем не отстреливаться ничего. И как можно быстрее надо выехать. Он мне все время это доносил. А я ему сказала что извините я буду стоять на своем и пока я не заберу здесь инноватой своих животных я не выеду. У меня в доме закрыто три кота и я не могу жить думая о том что они там умирают просто страшной голодной смертью. Я прожила с ними сколько лет вместе. И собака у меня там и никого нет по улице. Это я кормила всех соседских собак потому что я там осталась. И мне сделали зеленый коридор Эндрю Крамер это все потребовал. И вот эти же два следователя которые все время меня допрашивали Андрей и Артем они меня с огромными трудностями с автоматами в бронежилетах свозили весь на вату дали мне 10 минут времени в доме. Я забрала животных и успела пособирать какую-то одежду которая была разбросана по двору по дому потому что весь дом был уже полностью разграблен. я хочу это адресовать начальнику Востока или как это Ходоковскому и которому я написала этот документ так вот мы очень зажиточная семья и у меня там в тайничках было спрятано огромное количество денег я могу рассказать что у нас нельзя было перечислять деньги уже и я просила мужа он перечислял в Мариуполе насчет Татьяны Рычковой все что мне передавали люди наличными а я это все как иначе вот расскажите мне мне люди приносили наличные деньги никакие банкоматы ничего не работало я мужу сказала я здесь прячу а ты перечисляй наши деньги ну это не ко всему я просто вот вам рассказываю вы знаете мне казалось что я так изощренно попрятала понемножку этих денег так вот там работают спецы под паласом под какие-то спецы воры на службе ДНР понимаете потому что я в махровые толстые мужские носки там засовывала части денег нет они скажут это мародеры которые не входят в ДНР мне в сейфе муж оставил немножко в валюте денег потому что я оставалась и он уезжал на похороны ну ухаживает за отцом и так далее я оставалась одна дома и ситуация еще не была так критична естественно мне были оставлены немалые деньги и вообще там у нас в сейфе хранилось что-то каждый мой тайничок все понимаете они перерыли сарай домик где инструменты хранились гараж все до последней коробки и каждый из моих вот этих денежных тайничков там были достаточно большие деньги все было найдено потому что я побежала когда я забежала в дом ну понимаете я же тоже ну человек нормальный человек я побежала первая искать деньги и единственное что я нигде ничего не нашла ни в одном тайничке но вот эти толстые махровые носки где у меня были спрятаны по 500 гривен то что мне муж оставлял я их нащупала и спрятала в сумку потом я поняла что только носки они были завернуты в вещи и я же при этих ДНРовцах не смотрела есть там деньги или нет я засунула их куда-то там тоже не было этих денег там работали профессионалы и вот из дому забрали все просто телевизоры выдраны со стены были с ниш с этих все микроволновые микроволновая печка все мои я очень зажиточная хозяйка все мои какие-то вот эти Саека там машина дорогая которая кофе варит мой немецкий немецкий очень дорогой комбайн термомикс он там тысячу евро стоит и все мои мультиварки это вообще просто мелочи вот этот словно известный генератор о котором они же еще и написали обо мне вы представляете полностью темный город нет света и что я настолько дурная что ли сидеть вечером и мой единственный двухэтажный дом когда я страшно с этим планшетом и я с проукраинской позицией я прячущаяся в подвале спящая на матрасе в подвале 7 дней представьте я освещаю весь свой дом генератором вы потом уехали в мариуполь да меня я забрала животных забрала немножко вещей набила сколько смогла в машину то что я там видела я хватала все вот имени взятые не пригодившиеся этим грабителям и мародерам но мне это все нужно было и я это все набила посадила своих животных котов в сумку и эти же востоковцы они были за рулем моей машины мы опять проделали очень длинный путь через Макеевку потому что через Ясноватую на Донецк дороги не было и мы проехали много блокпостов встретились с журналистами журналисты поехали впереди и мы через весь Донецк выехали на последний конечный блокпост на нейтральную территорию все это время я общалась с этими ребятами днр-овцами востоковцами следователями мы разговаривали о детях а они с вами ехали они меня везли и в Ясноватую и из Ясноватой и до последнего блокпоста и они меня как и охраняли и довезли меня до нейтральной территории вы им заплатили за это что-то нет это было договорено журналистами с ними и это было разрешение Ходоковского он видимо сказал что да обеспечьте ей раз журналисты требуют раз она тут поставила такие условия забрать своих котов понятно история конечно потрясающая с вами произошла мягко говоря и потом вы оказались в Мариуполе мы звонили вашему мужу я очень с большим трудом доехала до Мариуполя эта овчарка сходила с ума в жаркой машине эти коты лезли мне все время с овчарки летела шерсть она пушистая журналисты я же же осталась одна я пересела за руль я во первых не ела 5 дней практически не пила и потом схлынул этот адреналин этот страх и мне надо было они мне сказали не отставать ни на минуту они очень быстро ехали я ничего не видела я теряла мне казалось я теряла осознание я пару раз чуть ДТП не совершила но я доехала и довезла этих животных и на парковке Амстора в Мариуполе они еще сняли мою встречу с мужем когда я остановилась а кто снял журналисты вот эти журналисты Эндрю Крамер и был там тот же фотограф Маурисио который снимал мне моему мужу позвонили и сказали что мы хотим снять встречу и мне сказали что вы выйдете ну и встретитесь с мужем и когда я доехала я увидела там на парковке стоящего мужа я вообще не смогла выйти из машины понимаете уже наступил такой момент что у меня началась истерика и я там рыдала и он меня уже практически вытаскивал из-за руля и обнимал потому что им нужна была эта встреча и потом уже они снимали что мы обнимаемся ну в общем так какой вывод из этой истории всей? для всех людей я хочу сказать что отдавайте себе до конца отчет кто там с той стороны я тоже идеализировала я как-то я всегда думала что вдруг мне придется я видела я видела интервью с луганским парнем которого пытали током вы помните я много раз это у меня записано это интервью на громадском и я прокручивала и я в какой-то мере тоже готовилась потому что когда мы возили эту волонтерскую помощь мы возвращались через ДНРовские блокпосты и всегда была опасность что нас когда мы разгружаемся кто-то зафиксирует и нас задержат я готовила какие-то фразы и так далее готовилась достойно все это выдержать я вам скажу что когда вы попадаете туда то вы попадаете просто в тьму это ад и тьма и даже люди которые люди там они настолько подвержены своей вере и мы для них настолько враги что ни о какой пощаде ни о каком там с вот этими осетинами то там вообще разговора не идет я не считаю их вообще людьми но вот те охранники которые были украинские понимаете они все равно меня жалели это было это чувствовалось эти донецкие местные люди но у них своя вера понимаете это как мусульмане и христиане нет точек пересечения и их невозможно на мой взгляд нельзя переубедить или еще что-то там такое